обнимашки я ваш обнимашки тоже заснял привет вот нам дали корзины и можно самим собирать чай светлана к тебе корзина идиот а ты туда его положи в корзинку потом заберешь девушка вам корзинка идет не хотите устроиться к нам на работу чай собирать мы вам двойную цену заплатим как самый красивый как это мало это очень много светланка урожай собирает чая они его туда кидают лайки комментарии светлане пишите она на заработки приехала в шри ланку чтобы заработать на на чай себе приезжайте на шри ланку на чай зарабатывать вот я сейчас поработаю корзину наберу потом другую третью и короче вот так мы и путешествуем зарабатываем себе на проживание на еду вот так мы живем блогер вы думаете блогер быть так просто нифига чтобы путешествовать надо зарабатывать на чайной плантации давай листик клади туда сейчас поработаем вот отрываем закидываем и вот так вот и надо работать ребята уже набрали целую корзину да сейчас соберем корзинку и нам бабла насыпят на дальнейшие путешествия наши мы на чайной фабрике на покупку покупать вы хотели сказать вы находитесь на чайной фабрике которые называются для филка с фабрика основана в 1921 году при следующем году будет сто лет как я уже говорила площадь плантации этой фабрики около 100 гектар и фабрика действующая здесь вы находитесь в первом таком цеху где чайные листья проходит первичную обработку то есть изначально их привозят сюда вот там вот открывается ворота после сбора на чайной плантации взвешивается весь урожай и потом перекладывается такие вот специальные короба здесь их семь штук если вы так вот отгорнуть отгорнуть можно увидеть что эти короба имеет такую сечет дно это сделано специально потому что в таком состоянии вот в этих коробах чайные листья проходит такой процесс как завяливание то есть этих коробах чайные листья теряет примерно 50 процентов своей влаги то есть подготавливается для дальнейшей переработки и для дальнейшей переработки значит вот как в рекламе нам говорят что только два верхних листочка на самом деле собирают веточку довольно большую ну то есть вот разные всякие есть листья после того как чайные листья находится здесь можно вас немножко попросить чтобы потому что вот я не могу после того как чайные листья перед перекладывать сюда вот в эти короба они проводят здесь примерно 12-14 часов проводят они не просто так лежа как бы вот в таком виде когда полностью короба все наполняется включает начинает затапливать печь которая на улице находится и мы с вами сейчас посмотрим печь дает теплый воздух и вон там стоят вентиляторы такие большие и это теплый воздух разгоняется по коробам каждые два часа приходит человек специальный который еще в ручном режиме немножко их шурудит для того чтобы эти листья не заплевали по истечении 12 14 часов процесс завяливания завершается и начинается следующий процесс приходит женщины сотрудницы фабрики одна стает вот сюда вот вот видите такое вот как резервуар что ли да одна сотрудница фабрики стоит здесь остальные перекладывают завялившиеся листья вот сюда вот такие вот контейнеры и потихонечку та женщина которая стоит здесь посерединке потихонечку подскрасывать такую вот вот там дырка такая можете подойти потом посмотреть как вот мясорубка знаете по чуть-чуть потихонечку дальше куда они попадают мы сейчас с вами посмотрим внизу на первом этаже а пока посмотрите момент когда караба заполняется вентиляторы служит для того чтобы разгонялся теплый воздух поступаемой из печи для чайного производства дрова используется дрова каучукового дерева считается что она не дает ненужных неприятных ароматов готов готовящемуся чаю вот видите такая печная труба и многие спрашивают чем занимаются мужчины на фабриках вот на фабриках мужчины занимаются тем что во первых подготавливают топлива для этой печки занимается растопкой печи и также ремонтирует аппараты а также еще контролем они занимают вот мы стояли там наверху и вы смотрели как попадают завялившиеся листы в такую вот дырку вот эта дырка имеет продолжение в такой вот турбина и постепенно падает в такой вот аппарат когда вы сегодня были на дамбитена вы видели я еще кому-то из вас я не помню сказала что вот ходила так вот машинка не обратили внимание в окошко было видно да это вот как раз был такой аппарат как вы сейчас видите вблизи обратите внимание там внизу такие находятся лопасти и изготовлены эти лопасти тоже из дерева это дерево китул считается что китул не дает раньше времени выделяться клеточному стоку у чайных листьев и что здесь происходит в тот момент когда вот эта вот емкость двигается вот таким вот образом таким спиралевидным чайные листья скручиваются отрываются и отрываются одновременно от веточек ну и вот так вот получается подкручивается поскольку они размягшие и завяленные соответственно это происходит гораздо проще и быстрее чем на свежих после этого процесса открывают вот такой вот внизу как это люк и завялив скрученные чайные листья завялившиеся и скрученные сваливаются в специальную емкость далее необходимо нам эти листья отсостировать и отсепарировать для этого используются такие вот видите номер один номер два это такие вибрирующие сетки они совершают движения вот похожие как вы муку дома сеете и хозяйки все знают находятся они как вы видите под уклоном небольшим и как раз в процессе вот таких вот просеивающих движений эти листики потихонечку сползают и у них здесь имеется разный размер ячеек поэтому частично листья осыпаются в поддоны специальные а веточки большая часть веточек вот таких вот ненужных больших толстых они сваливаются вот через такой вот жог далее вот эти отсепарированные листья перекладывают на специальные столы специальные столы для ферментации у них позавчера был тут небольшой ремонт мы как раз были с группой с другой и они тут красили видимо готовятся на следующей неделе наверное начнут работать так вот на такие столы специальные накладывается чайные вот эти вот отсепарированные листья и здесь они приобретают как раз в самый бурый актинок и происходит отисление листьев на открытом воздухе делается это следующим образом вот эти вот листья которые переложили отсепарировали отсепарировали и скрутили выкладываются на такие столы вот там вдалеке стоит вентилятор вот видите над окошком там же есть такая трубка которая распыляет в лапу и в таком виде часа два полежали листья и получается вот такое бурое такое сырье ну то есть процесс приблизительно как мы яблоко покушали на воздухе положили и оно стало коричневым то есть выделился клеточный сок соответственно сырье стало бурым окислившимся если процесс производства предполагает изготовление зеленого чая то дальнейшем это сырье перекладывается в другое место в сухое и продолжает сохнуть на открытом воздухе без применения печи если фабрика изготавливает черный чай то в этом случае процесс ферментации должен быть закупорен с помощью печи пойдемте дальше для чего используется такая вот машина машина для зажаривания чайных листьев что происходит вот эти вот заферментировавшиеся листья на столах для фигментации они полежали два часа дальше приходят сотрудницы фабрики печка уже работает здесь она наиболее близка к вот этому аппарату то есть самый большой жар здесь находится и ровно 21 минуту здесь такими же обнования подчаяние чайные листья прокручиваются и зажариваются и потом через этот желуд спадает нам этот попадает конвейер и дальше в эти вот конвейер и обратите внимание что здесь есть и черные листья действительно зажарившиеся вот это вот чай для чая а вот это вот такое вот светлые такие вахматушки это все таки веточки кстати вот при зажаривании как раз так вот эти веточки они приобретают другой оттенок это важно а дальше я вам объясню почему это важно они имеют магнитную поверхность и это магнитная поверхность при попадании вот сырья которая подготовлена для сепарации мусор весь примагничивается к вот этим вот магнитным поверхностям то есть здесь стоит человек который этот мусор вот он мусор видите вот этот вот мусор как раз таки это отходы чайного производства и он кстати потом уйдет на комплекс не куда-то там пакетики как все придумали собственно черный чай отдельно попадает в другую сторону далее также используется для сепарации вот такие вот тоже просеивающие аппараты там видите похоже как вот вы видели в предыдущем цеху только здесь у таких вот сид есть двойное 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 довольно быстро и может быть косноязычные местами но поверьте что это все происходит нυ один ну как бы не за один раз то есть это происходит на несколько несколько сложений то есть это не 1 ненам ни одного раза процесс то есть это не значит что один раз пропустили и все как бы перешли на другой аппарат нет несколько раз на одной машине прогнались потом на другую перед перец переложили чайные листья Кстати говоря, у этих аппаратов тоже разный размер ячейки и тоже происходит в этот момент калибровка, да. То есть эти сетки меняются. Ну и раньше, в 19 веке, когда чайное производство только-только тут начало развиваться, на этом, в общем-то, все и заканчивалось. Но поскольку сейчас уже век технологий, есть у них сейчас в использовании вот такой аппарат, видите, там красный-синий огонь угорит. И помните, я вам говорила, что разный цвет имеет веточка и сам черный чай. Так вот, этот аппарат фильтрует сырье по цвету. То есть там стоит фотоэлемент, который отделяет светлые, ненужные веточки в одну сторону, а черный чай в другую. После того, как все процессы сепарации пройдены, приходит контролер. Весь чай готовый взвешивается, перекладывается в такие специальные большие-большие мешки бумажные. Каждый мешок весит в зависимости от вида чая, вида и сорта чая, весит от 20 до 50 килограмм. На нем оказывается маркировка, дата производства и вид, собственно, чая, или размер чайинки, по-другому сказать. В таком виде уже чай готовый чай поступает на чайные аукционы. То есть в основном чайные фабрики, которые работают на Ацелоне, они работают для чайных аукционов, где на чайных аукционах уже покупают, это сырье покупается брендами. И далее уже производится, да, пакуется, миксуются разные сорта чаев, то есть делаются купажи и так далее. Вот таким образом вы получаете тот самый чай, который есть. Если чай продают, у них идет маркировка ОПИ, там какие-то вот еще... А где продают? Ну вот есть магазины чаяные, например, у нас в Волоконнике. В тех же мешках больших они стоят, у них есть маркировка. Да, это может быть, а может и не быть, как говорится. Вы же не открывали его при... Нет, я просто спрашиваю, что разная маркировка, что она обозначает. Это обозначает, сейчас я вам расскажу, что это означает. Это означает размер чайники, собственно. ОП, вот это АБПО. Все вышли? Женева, да? Значит, смотрите, я вам сейчас там всем дам посмотреть. Здесь вот я вам показываю все виды чая, которые производятся на этой фабрике. Начнем с тех самых золотой и серебряных, которые мы сегодня утром, я вам показывала, листики, вы там фотографировали, красные и зеленые листики. Так вот, серебряные и золотые чаи, их производят и выглядят они вот таким вот образом. Я уже говорила, что эти листья собирают на отдельных плантациях. Немножко другой вид самого чайного куста, то есть более такие красноватый оттенок листьев. И собирается только верхняя почка, так называемая типса. И тут вот прямо видно, что это действительно именно почка. Разница по крепости зависит просто от сроков самой роста почки. То есть две недели, либо четыре недели. Золотой чуть более крепкий, серебряный совсем слабый. Чай на любителя. Считается этот чай самым полезным, поскольку у него нет каких-то вредных веществ в составе. Плюс ко всему, это единственный вид чая, который можно заваривать дважды и трижды. Остальные чаи заваривать два раза нельзя категорически. Следующий вид чая – зеленый чай. Зеленый чай и черный чай производятся и собираются на одних и тех же плантациях. Единственное, что разный процесс ферментации. То есть я говорила только что, когда чай становится бурым на столах для ферментации, если зеленый чай, тогда его перекладывают в сухое место и он сохнет на открытом воздухе, в отличие от черного. А черный чай сохнет в печи. Вот и вся разница. Так вот производится. И дальше уже мы переходим к черным чаям крупнолистовым. Самый крупнолистовой чай, который здесь производится, маркировка его Orange Pico класс А, значит, это такой чай, который, возможно, вы знаете и видели, когда в чашке открывается такой прям целый листик, такой вот прям лохмоть плавает. Это вот как раз и есть Orange Pico класс А. Почему Orange Pico? Не потому что он апельсин, а потому что он дает оранжевый цвет настой. Это самый слабый из черных чаев. Вообще система такая. Чем больше, собственно, листик, тем слабее настой и менее терпкий вкус у чая. То есть настой более оранжевого цвета, меньше таких вот терпких нот в самом чайе. Следующий чай называется Orange Pico просто без маркировки А. Это тоже крупный лист, меньше, чем предыдущий вариант. Тоже дает оранжевый настой, чуть-чуть более крепкий вкус, чем Orange Pico класс А. Следующий крупнолистовой сорт Pico. Для меня это такая, можно сказать, классика. То есть это средняя терпкость, средний цвет. Ну, такой нормальном классическом виде чай, который вот, ну, по мне так это вот как надо. Ну, опять же, на вкус и цвет товарищей нет, все любят по-разному. Мы сейчас пойдем вот за вот синенький домик и попробуйте все виды чая, которые я вам сейчас показываю. Следующий чай вы все знаете. То есть у нас крупнолистовые закончились. И крупнолистовые, кстати говоря, это чаи, которые можно, черные чаи, которые можно пить без сахара и без сахара. Следующие вы все знаете абсолютно точно, потому что на наших прилавках они все присутствуют в какой-то мере. Брокон Оранж Пико. Это чай, который еще по-другому называется English Breakfast Tea. Почему? Потому что его англичане пьют на завтрак с молоком. Он имеет хорошие тонизирующие свойства, довольно крепкую заварку. У нас очень часто его продают. Следующий чай Брокон Оранж Пико Флэвэ. Это чай, который очень часто встречается, ну практически всегда встречается в пакетиках. Это тот самый вариант, когда один пакетик на четыре чашки заварили на всю студенческую команду. Вот это очень крепкий настой и довольно сильные, тонизирующие и свойства этого чая. Лангийцы очень любят такой чай. Они его пьют также с молоком и так вот покрепче, вместо кофе, можно сказать, на завтрак. И последний сорт для любителей чай фернуть, если такие имеются, называется чайная пыль или даст. Кстати, многие думают, что и мелкосортный вот этот Брокон Оранж Пико, и даст, это все как будто бы отходы производства. На самом деле это неправильно. У каждого чая отдельное производство. То есть не бывает такого, что Оранж Пико делают, остатки в муку перемололи, в пыль и пустили в продажу. Такого быть не может. Оранж Пико класс А, черный чай, немножко дороже, потому что у него более затратное как раз производство. После него ничего не остается. То есть все отходы производства от Оранж Пико класс А, например, они идут также на компостные вот эти все дела. То же самое, что касается даст. Удастся просто меньше отходов, поэтому более дешевый. А так вообще у каждого чая отдельная дата производства, и это не совмещается никогда. Никогда не делает фабрика одновременно, допустим, Оранж Пико и, там, не знаю, Брокон Оранж Пико в один день. Всегда это разные, разные дни, разные производства. Вот, теперь мы сейчас пойдем с вами дегустировать и пробовать виды чая. Пойдемте. А с правой стороны, кстати, вот там вот такая крыша. И вы можете наблюдать аппараты, которые в свое время работали здесь на фабрике. Как вы можете заметить, они очень похожи. Я вообще говорила, что процесс производства и сама технология производства, она с 19-го века не изменилась совсем. Единственное изменение, это аппараты стали более крупные. А так, вот, пожалуйста, тот же самый аппарат, который мы сейчас посмотрели, когда мы шли не получали. Тот же самый. Там вот по фабрике тоже вы можете наблюдать. Обнимашки. Пойдемте. Я ваши обнимашки тоже заснял. Привет. Этот мальчик нас угощает чаем. Hello. Hello. Hi. How are you? Hello. I'm glad you got it. I'm glad you got it. Yes, 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 yes. It's a grandeza. It's a big boy. Oh, you're ready. I'm ready. It's a big boy. It's a big boy. It's a big boy. Пико, пико, чилинки крупные, это самое крепкое, это самое крепкое, подождите, что тут, вот это вот, вот это вот, да, это просто что-то. Чайная ложка бы не пробовать, да, сейчас? Вы поперепутали, что ли? Мне кажется, те, что слева уже могут упрызнуть. Он более крепкий. Все, вот теперь правильно. Значит, берем ложечку и пробуем потихонечку по мере возрастания крепости. То, что мы пили, кстати говоря, то, что мы пили, можно открыть и понюхать. Будете нюхать? Водит блогер. Ну-ка, держите. Вкусно пахнет. Где его? Кто попробовал, тот двигается дальше. Ядреный такой, да? Да, крайний. Крайний сам вообще. Вот на этой полке, по мере возрастания крепости, оранж, пико, пико, которые мы пили, вот там отдельно. И дальше уже вот мелкие сорта до чайной пули. И вот в зависимости от по цвету, там будет чайная письма. С этой стороны зеленый чай. Значит, чай весь, скажем так, цены указаны, цены фиксированы. Полкилограмма пико стоит 2050 рублей. Это разорвая цена. Можно карты платить. Карты можно, можно долларами. Разные есть упаковки, расфасовки, кому, допустим, на подарки, вот, допустим, по четыре штуки есть варианты. Самое выгодное – бешок. Здесь зеленый чай. Здесь куры, пико и пико по полкилограмма, вот которые мелко сортились, а они полкилограмма. Зеленый чай тоже килограмм. А какой вот этот, тильвер и второй, стойте, вот? Дальше. Есть еще зеленый чай с ароматизатором, да, не с ароматизатором, а с жесмой. С настоящим. С любым, это, включай. Как-то никого. Не, ну, здесь компоненты натуральные, можете посмотреть, убедиться. Есть также с милюм, с милюмом. Значит, что касается корж-класс А, который самый крупный. Вот здесь вот полочка красная, то что-то все похожи. Вот здесь вот, здесь вот, с сиренами. С лотой, с сиренами. С лотой, тоже с лотой. Ну, что, я спросил, что-то тоже надо. Здесь чаи, которые имеют различные вкусовые добавки. Чай с селосей, он у нас очень популярный. Причем они тут тоже, как бы, с натуральными компонентами. Единственное, не натуральный состав. Запах такой интересный, вкусный. Синьки, что это такое? Синьки, очень хороший. Рекомендую, потому что там в состав идет купаж черного-зеленого чая, плюс кусочки яблока, плюс мореголь, голубая мальва и роза. Очень вкусный чай, я его домой довезти. А можно его понюхать? Можно, вам не только. А где-то? Есть все это? Нет у подкрытия. Вот, у девочки. Интересно. А здесь вообще есть у прайс-листов, чтобы просто посмотреть целиком все цены? Нет, такого нет. Обратите внимание вот на такой чай. Этот чай масала, этот чай со специями. Очень полезно в период растут детских заболеваний осенью пить для профилактики. С молоком, да, можно? Можно, ну, индийцы его заваривают прямо на проводе. Можно его, в общем-то, пить на воде, ничего страшного. Вот вы говорили манго, да? Да, да, да. Угодник такой, про этот чай я говорила, в этом событии. Можно, что понюхать, он очень классный. Мне нравится. Ну, да, приятный такой запах. Но тут опять же, я не вижу кусочков. Понюхай сейчас, пусть мы попахнем. Понюху на уже. В общем, нюхайте все, можно открывать эти баночки, которые с организовыми веточками. И лица, это зависит от каплистики. А вот скажите, пожалуйста, это шкала чаев. Она стандартизирована для всех фабрик 1. Размер чаев? Да. Вот, это, как компост. Что? Здесь можно карты визы еще оплатить. Виза, мастерка. Мы хотим карты оплатить. Мы же с другой стороны заходили. Вот здесь мы купили чай, дегустация чая была здесь. Вот нам дали корзины. И можно самим собирать чай. А, он назад одевается. Светланка, тебе корзина идет. А, а ты что, не под аппаратом? А ты туда его положи в корзинку, потом заберешь. Девушка, вон корзинка идет. Спасибо. Не хотите устроиться к нам на работу, чай собирать? Нет. Мы вам двойную цену заплатим, как самый красивый. Это мало. Как красиво. Как это мало? Это очень много. Серьезно? Светланка урожай собирает, чая. Как они его туда кидают? Эх ты, косая. Ай-яй-яй. Ну, чего, как они его туда кидают? Ну, не знаю как. Вот руку выворачивай, кидай. Как не удобно. Вот, вот, вот. Не привыкнешь, ничего. Давай, давай. Зарядочка, зарядочка занимайся. Давай. Лайки, комментарии, Светлане, пишите. Она на заработки приехала в Шри-Ланку, чтобы заработать на... Собирать. На чай себе. Давай. Приезжайте на Шри-Ланку на чай зарабатывать. Вот я сейчас поработаю, корзину наберу, потом другую, третью. И, короче, вот так мы и путешествуем, зарабатываем себе на проживание, на еду. Вот так мы и живем, блогер. Вы думаете, блогером быть так просто? Нифига. Чтобы путешествовать, надо зарабатывать на чайной плантации. Так, давай листик клади туда. Сейчас вот поработаем. Вот. Отрываем. Закидываем. И вот так вот и надо работать. Ребята уже набрали целую корзину. Да, сейчас соберем корзинку и нам бабла насыпят на дальнейшие путешествия наши. Возьмите у них интервью. А, они по-русски не понимают. Опа. Вот самые лучшие листики. Видите, какие? Верхние. Верхние, да, они самые такие. Первый сорт. Или даже высший. Приехал. Учи, Светланка. Ну, все, давай. Надо работать. Вот мы себе купили зеленый чай. Полторы тысячи. Ой, три с половиной тысячи рупий стоит один килограмм. Вот такой. Листовой черный чай. Две тысячи пятьдесят рупий. Шестьсот грамм или пятьсот грамм цвета, я не пойму. Килограмм, килограмм. Мне кажется, меньше. А, ну вот сколько это грамм. Что-то, по-моему, шестьсот написано, да, вот. Золотые чипсы-почки. Чипсы. А, цену я, по-моему, показал уже, да. Самый дорогой такой. Вот, флумун. Масала-чай. Это нам подарок. А вот это нам подарок дали. Ванильный чай. Мелочи приятные. Ну и вот общий чик, на который мы взяли. Мы просто продублировали некоторые чаи, поэтому чик показывать одни и те же несколько раз. Вот. Все чаи, пожалуйста. И вот цена 12,19,280 рублей. Хотя мы находимся в чайной стране, шьем вам права. Но чули очень даже дорогие. Вот. Не дешево. И все вот эти цены делите на три, чтобы узнать сумму рубля. Кому понравилась чайная фабрика, лайки, комментарии приветствуются. Подписывайтесь на канал. Когда подпишетесь, нажимайте колокольчик. Включайте, получайте уведомления, нажимайте сохранить. И вы будете получать уведомления о новых интересных видео и прямых трансляциях. Всегда сможете задавать вопросы онлайн в прямом эфире. А в следующей серии мы с вами отправимся на водопад. Там будет очень интересно и красиво. Всем до новых встреч.